Стартовал конный поход Москва-Берлин 30 мая на Поклонной горе в Москве. Поход финиширует в первой половине августа в Берлине. Маршрут повторяет путь длиной около 2500 километров, который проделали в годы Великой Отечественной войны кавалерийские соединения Красной Армии. Хотелось пройти по местам сражений кавалерийских частей и соединений, которые в наше время совсем забыты. Говорят обо всех, о летчиках, артиллеристах, пехотинцах, танкистах. А как будто кавалерии не было. А кавалерия несла колоссальные потери, особенно в 1941-1942 год. Значит, мы и начинали свой поход с места, где убили вашего великого земляка, генерала Даватора. Цель похода – отдать дань памяти погибшим солдатам в годы Великой Отечественной войны. Как говорят сами участники, поход этот миролюбивый и благотворительный. И должен показать миру, что Россия – очень миролюбивая страна. Инициатором и руководителем международного военно-патриотического конного похода стал подмосковный предприниматель-коннозаводчик Павел Мощалков. Уже в 2012 году казаки под его руководством прошли от Москвы до Парижа по маршруту казачьих частей атамана Платова. В год 70-летия Победы маршрут проложили на Берлин. Дед Павла Мощалкова был командиром 415-й Мозорской стрелковой дивизии и участвовал в освобождении Беларуси, в том числе и города Пинска. Именно воины 415-й дивизии приняли самое активное участие в боях за освобождение Пинска 12-14 июля 1944 года, высадившись в составе речного десанта на территории современного парка культуры и отдыха. Поэтому, признается внук командира Мощалкова, ему было очень важно и приятно посетить наш город. Хочу сказать что-то, Савельевич, Беларусь вообще производит большое впечатление, да? Дело в том, что абсолютно чистые селы и города, красивые, покрашенные, везде возделываются поля, все работает. Ну, это просто, к моему, допустим, сердцу это очень отрадно, да? Ну, а Пинск вообще города у вас изумительные, да? Необычайной красоты, это и Мозырь, и Пинск, то есть. Причем я обратил внимание, что в Пинске очень много старых строений, в идеальном состоянии просто, да? 7 июля донские казаки, московские кадеты и местные всадники совершили конный марш по улицам города и прибыли на территорию мемориального комплекса «Свободителям Пинска», чтобы отдать дань памяти и уважения погибшим героям. Среди 239 имен на мемориальных плитах братской могилы увековечено 120 бойцов и командиров 415-й стрелковой дивизии под командованием Мощалкова. Гости также посетили открытый к 70-летию освобождения Пинска военно-мемориальный объект Дотмолчанова, а также встретились с руководством города, обменялись памятными подарками и обсудили перспективы создания в Пинске музея 415-й дивизии. На стадионе Аграрно-технологического колледжа в деревне Галева лихие наездники продемонстрировали зрелищное владение мастерством верховой езды на чистокровных лошадях донской породы. А также встретились с казаками из Пинского гарнизона Международного общественного объединения Миротворческие силы Казачьей гвардии. Вот такой поход, который организовали наши братья-казаки, вообще-то очень дорогостоящее мероприятие, конечно, очень дорого обошлось им, но я думаю, что нашим предкам эта война обошлась не менее дорого. Такие походы должны напоминать молодежи о том, что сделали, что сделали наши отцы, чтобы молодежь никак не забывала ни в коем случае, чтобы молодежь помнила, гордилась и всегда была достойна своей Родины.